Русские новости 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 Все это убрано и снова опубликована совершенно пасквильная биография Донос. Когда я обратился при подготовке одной из передач к биографиям высших должностных лиц, окружающих Путина, то я удивился той сладостности, с которой изложены эти биографии. Никакой критики, никаких скандалов, ничего вообще нет. Совершенно отпетые мерзавцы представляются как некий образец государственной мысли. Иногда какие-то признаки, если уж совсем нельзя игнорировать, конечно есть. Если какого-нибудь губернатора посадили, то с позволения начальства это опубликовано. Раз начальника посадили, он больше не начальник, все, о нем можно публиковать. Остальные все биографии просто стерильные, просто стерильные, там не к чему подкопаться. Я оппозиционер, да еще и националист, тогда понятно, тогда вот эта еврейская общественность, или точнее отдельные ее персонажи, зацепившиеся за Википедию, устроившиеся, вот они там устроили свое кубло. И вот когда обсуждали Латышева, я подробно прочел, очень старательно пытаются представить себе, что он вообще не историк, и что он пользуется недостоверными материалами. Потом оказывается, что это не он пользуется недостоверными материалами, а он процитировал то, что потом было признано недостоверным. И то это одна цитата. Это просто фантастическая наглость. Некие невежды, которые собрались в этой Википедии, захватили ее, начинают обсуждать серьезный публикат с указанием на литературу, которая использовалась, с указанием на архивные материалы, номера. Все это есть. И эти люди считают, что человек, написавший эту книгу, рассекреченный Ленин, не является историком. Между тем, он настоящий историк, и он как профессионал сложился в советский период. Потом он сбросил в себя вот этот морг коммунизма, он не стал националистом, не стал деятелем русского движения, он стал на некоторое время демократом, потом, видимо, разочаровавшись в том, что предлагают демократы, вот как-то десипировал, растворился во времени и пространстве. Его нет. Тем не менее, вот после него остался вот этот том, рассекреченный Ленин. Сейчас посмотрим, есть ли здесь указание на тираж. Я смотрю, что с тиражом тут тираж 15 тысяч экземпляров. Не так уж и много. Может быть, правда, несколько раз эта книга издавалась, не могу сказать, потому что в Википедии просто нет ничего. Просто ничего нет, ни об этом ни издании, и толком ничего не известно об авторе. А есть вот это мерзостное обсуждение лиц, которые хотят просто дискредитировать. Дискредитировать скрытые архивы. Почему? Потому что начальство не позволяет обсуждать те архивы, которые не позволены для обнародования. Секретная папка, где находятся неопубликованные ленинские записки, письма, какие-то его пометки и так далее, была открыта для исследования только в 1991 году, в краткий промежуток с сентября по декабрь. А потом все снова закрыли. О том, как действующая власть относится к архивам, я знаю по своему опыту. Потому что когда я по Катынскому делу пытался получить доступ к архиву Красной Армии, а он находился в рамках президентского архива, мне просто не удалось даже найти того, кто мог бы этот вопрос разрешить, кто мог бы такое разрешение на доступ к архиву мне дать. Архивы таят такие тайны, которые ныне действующим якобы демократам и либералам страшно опасны, поскольку они ни то и ни другое, ни либералы, ни демократы, и даже ни коммунисты. Они просто наследники уголовных преступников. И сами уголовные преступники. И следы их преступлений, на основе которых они получили свою власть, находятся вот там в архивах. Основа их власти – это преступления, совершенные их предшественниками. Поэтому если взять то, что находится в архивах, это может оказаться им страшно опасным. Вот и фигура Ленина раскрывается совершенно иначе, когда мы действительно находим то, что должны были найти, и читаем не отредактированные материалы. Я просто процитирую что-то. Хотелось бы бегло, хотя книжка довольно толстая, это больше 300 страниц, по-моему, да, 333 страницы с лишним, 336 страниц. Вот. Ну, Латышев себе, конечно, сделал имя именно этой книгой, то есть здесь всю свою биографию, где он работал, вторым секретарем Днепропетровского горкома, первым секретарем горкома, вторым комом комсомола, потом перешел на производственную работу, четверть века проработал на кафедре высшей партийной школы в Москве, кандидатскую защитил по современной Швейцарии, статью о Бухарине написал одним из первых в 88-м году и так далее. То есть такой был коммунистического профиля исследователь, но достаточно честный, и, видимо, он понимал, к 91-му году, он понимал, какая мерзость хранится в архивах и что можно узнать реального. Из того, что он получил доступ, вот он пишет, доступ может быть закрыт в любую минуту, это произошло в середине даже не декабря, я сказал декабря, ноября, в середине декабря 91-го года, то есть буквально было полсентября, октябрь и полноября, два месяца была в доступе эта папка. Ну вот здесь цитаты, например, из издания 1933-го года некий «Водолазов». В конце 1891-го года разговоры о борьбе с голодом привели к созданию в Самаре особого комитета для помощи голодающим. На собраниях и скотках молодежи Ленин вёл систематическую разрушительную пропаганду против комитета. Другое издание «Юность вождя» книга Белякова. Ульянов имел мужество открыто заявить, что последствия голода на рождение промышленного пролетариата, этого могилечка буржуазного строя, явление прогрессивное, ибо содействует росту индустрии и двигает нас к нашей конечной цели, к социализму, через капитализм. Голод, разрушая крестьянское хозяйство, одновременно разбивает веру не только в царя, но и в Бога, и со временем, несомненно, толкнёт крестьянина на путь революции. Вот такие откровения, которые сейчас, ну, так можно с удивлением читать. Вот здесь цитата из 11-го тома полного собрания сочинений, может быть, кто-то прошёл мимо задачи отрядов революционной армии. Вот с каким неистовством призывает из Женевы вождь большевиков накануне декабрьского восстания 1905 года в Москве к действиям поистине бандитского характера. Вначале Ленин требует отбросить всякую канцелярщину, бумажную волокиту. Не требуйте никаких формальностей, наплюйте Христа ради на все схемы. Далее требования всем вооружаться, кто чем может. Ружьё, револьвер, бомба, нож, кастет, палка, тряпка с керосином для поджога, верёвка или верёвочная, лестница, лопата для стройки, баррикад, перекселиновая шашка, колючая проволока, гвозди против кавалерии и так далее и тому подобное. Это уже цитата из ленинских выступлений. Вдумываемся в ленинскую установку. Работы тут масса, и при том такой работы, которая громадную пользу может принести всякие, даже совершенно неспособные к уличной борьбе, даже совсем слабые люди, женщины, подростки, старики и прочее. И при этом идите к молодёжи, господа, вот одно единственное всеспасающее средство. Идите к молодёжи, основывайте тотчас боевые дружины везде и повсюду, и у студентов, и у рабочих особенно, и т.д. и т.п. Военное обучение на немедленных операциях. Пусть они сейчас же предпримут убийство шпика, взрыв полицейского участка, другие нападения на банк для конфликации средств для восстания. Пусть каждый отряд сам учится хотя бы на избиении городовых, нападая на случайно отбившегося казака, избивая черносотецов, убивая их, взрывая их штаб-квартиры, с верхних этажей осыпая войско камнями, обливая кипятком при использовании кислот для обливания полицейских, облить кипятком новобранца, ослепить кислотой полицейского. В этих требованиях некоторые видят революционный темперамент вождя. Но мы видим, что это какой-то психоз, действительно какой-то псих у основания большевистской партии находился. Они же его почитают до сих пор, и памятники стоят у нас по всей стране. До справедливости ради, пишет Латышев, следует отметить, что главным оружием уличной борьбы Ленин считал все-таки не кипяток и не кислоту, а бомбы. Проповедники должны давать отрядам каждому краткие и простейшие рецепты бомб, элементарнейший рассказ о всем типе работ, а затем представлять всю деятельность им самим. В сентябре 1905 года в статье от обороны к нападению Ленин с удовольствием отмечал, что бомба перестала быть оружием одиночки-бомбиста. Она становится необходимой принадлежностью народного вооружения. Далее, кто сторонится от борьбы, тот поддерживает хозяйничание черносотенцев. Кто не за революцию, тот против революции. Кто не революционер, тот черносотенец. Кто не с нами, тот против нас. Вот так, вот так. То есть, кто не с большевиками, тот черносотенец. Мы русские люди, да, мы черносотенцы. Мы черносотенцы и должны этим гордиться, что мы не большевики. Слава Богу, мы не большевики. Вот свидетельство участницы событий того периода, 1905 года, Олексиной, опубликованное в парижском журнале «Родная земля» 1 апреля 1926 года. Восприняв марксистскую доктрину с ее безличным методом, мы все-таки искали в вожде человека, в котором были бы соединены темперамент Бакунина, удаль Стеньки Разина и мятежность Горьковского Буревестника. Такой живой фигуры не было перед нами. Мы хотели олицетворять ее в виде Ленина. Когда я увидел его впервые в 1906 году на одном из загородных митингов в Петербурге, я была совершенно неудовлетворена. Меня удивила его наружность. Меня удивила не его наружность, а то, что когда раздался крик казаки, он первым бросился бежать. Я смотрел ему во след. Он перепрыгнул через барьер, котелок упал у него с головы, с потением этого нелепого котелка, в моем воображении, упал и сам Ленин. Почему? Не знаю. Его бегство с упавшим котелком как-то не вяжется с Буревестником и Стенькой Разиным. Остальные участники митинга не последовали примеру Ленина. Оставаясь на местах, они, как обычно было принято в подобных случаях, вступили в переговоры с казаками. Бежал один Ленин. Это к вопросу о портрете вождя, который всячески превращался в икону. Ленин. Передать Теру Габриэляну, чтобы он все приготовил для сожжения Баку полностью. Вот так он пишет. Вопрос срочный. Тер Габриэлян ждет, а его ждет поезд. Ответная записка рукой Ленина. Как он еще не уехал, я уже одно удостоверение ему подписал. Можете ли вообще передать Теру, чтобы он все приготовил для сожжения Баку полностью, в случае нашествия, и чтобы печатно объявил это в Баку? Телеграмма Ревоинсовет, 20-й год. Смилги Орженикидзе. Нам до зарезу нужна нефть. Обдумайте манифест населению, что мы перережем всех, если сожгут и испортят нефть и нефтяные промыслы, и наоборот даруем жизнь всем, если майкопы, особенно Грозный, передадут в целостности. Вот телеграмма 18-го года Троцкому. Удивлен и встревожен замедлением операции против Казани, особенно, если верно сообщенное мне, что вы имеете полную возможность артиллерии уничтожить противника. По-моему, нельзя жалеть город и откладывать дальше, ибо необходимо беспощадное истребление, раз только верно, что Казань в Железном кольце. Это опубликовано в полном собрании сочинений. Не обязательно все из архива брать. Достаточно откровенно это полное собрание, хотя и с купюрами опубликовало работы Ленина. Вот, что дальше он тут, Троцкий пишет, Казань стала гнездом контрреволюции, это гнездо должно быть разорено, при дальнейшем сопротивлении контрреволюционные квартары будут срыты до основания, необходимо как можно скорее удалить из города детей. Ну, они, видимо, это забыли сделать, ну, как гражданская война, вы же, как некоторые говорят, ну, вы же сами понимаете, это же гражданская война, там убивают, там всякое случается, ну, то есть живодерством оправдывают все, что угодно. Вот в статье, как нам организовать соревнования в конце 17-го года, Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения. Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам, война жуликам, тунеядцам и хулиганам. Богатые жулики – это две стороны одной медали, это два главных разряда паразитов, скорбленных капитализмом, это главные враги социализма. Этих врагов надо взять под особый надзор всего населения, с ним надо расправиться при малейшем нарушении ими правил и законов социалистического общества беспощадно. Всякая слабость, всякие колебания, всякое сентиментальничание в этом отношении было бы величайшим преступлением перед социализмом. Какие-то законы социалистического общества, которых еще не было, то есть по любому подозрению в расход. И далее пишет Ленин, надо организовать соревнования по изничтожению тех самых паразитических классов, как он их считал, то есть производящих классов, организаторов государства, экономики и так далее, в прямых и подходах к делу, в способах осуществления контроля, в путях истребления и обезвреживания паразитов, богатых и жуликов, разгильдяев и истеричек из интеллигенции, и так далее и тому подобное. То есть всех подряд, кого хочешь, давай, круши, и еще соревнования в этом деле устроить. В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжина жуликов, полдюжина рабочих, отлынивающих от работы, так же хулиганских, как отлынивают от работы многие наборчики в Питере, особенно в партийных типографиях. В другом поставят их чистить сортиры, в третьем снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами, чтобы весь народ до их исправления надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвертом расстреляют на месте одного из десяти виноватых в тунеядстве. В пятом придумывают комбинации разных средств, и путем, например, условного освобождения добьются быстрого исправления исправимых элементов из богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулиганов. Как тут это получается? Расстреляют на месте одного из десяти. Говорят, что децимации, которые были приняты где-то там в Древнем Риме, тоже в каких-то, может быть, исключительных ситуациях, не везде подряд, придумал Троцкий в Красной Армии. Да нет, вот, пожалуйста, Ленин одного из десяти просто вот взять. Это одна из мер революционной законности, так вот можно сказать. Троцкий вспоминал, в какое негодование пришел Ленин по поводу отмены смертной казни для солдат сразу после Октябрьского переворота. Вздор! Как же можно совершить революцию без расстрелов? Неужели вы думаете справиться со своими врагами, обезоружив себя? Какие еще есть меры репрессий, тюремные заключения? Кто ему придает значение во время гражданской войны, когда каждая сторона надеется победить? Его утешали, что отмена смертной казни только для дезертиров. Все напрасно. Он настоятельно твердил. Ошибка, недопустимая слабость, пацифистская иллюзия. Латышев пишет, что надо снять со Сталина его изобретение, якобы тезиса об обострении классовой борьбы. В докладе к 9 съезду РКПБ в 20-м году Ленин утверждал, на нашей революции больше, чем на всякой другой, подтвердился закон, что сила революции, сила натиска энергии, решимости и торжества ее победы усиливает вместе с тем силу сопротивления со стороны буржуазии. То есть дальше, дальше нет у революции конца истреблять и истреблять людей. Это ленинская была установка. Набросок двух вариантов дополнительного параграфа в уголовный кодекс, то, что Ленин предлагал. Пропаганда или агитация, или участие в организации или содействии организации действующей пропаганды и агитации в направлении помощи той части международной буржуазии, которая не признает равноправия приходящей на смену капитализма коммунистической системы собственности и стремится к насильственному ее свержению путем интервенции или блокады или шпионажа или финансирования прессы и так далее. Карается высшей мерой наказания с заменой в случае смягчающих вину обстоятельств с лишением свободы или высылкой за границу. И другой вариант. Такому же наказанию подвергаются виновные в участии в организациях или содействии организациям или лицам, ведущим деятельность, имеющие вышеуказанный характер, деятельность, коих имеют вышеуказанный характер. Здесь Ленин приводит еще вариант 2б содействующие или способные содействовать. Это прямо все вот прямо как у нас сейчас. Вот если вы способны как-то выступать против ныне действующей власти, то вы уже под подозрением за вами должны наблюдать правоохранительные органы. Вот такой недавно закон вышел. И так вот теперь будут, точнее не закон, а просто инструкция. И так вот теперь у них это профилактикой называется. То есть введение незаконной слежки за гражданами, которые, как тут написано, способны, не содействуют, а хотя бы есть подозрение в том, что они способны содействовать каким-то антиправительственным структурам. 9 августа 2018 года Нижний Новгород председателю Губсовета надо направлять все силы, составить тройку диктаторов, навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывести сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и тому подобное. Ну, такие интересные меры, да, проститутки, спаивающих солдат, что-то такое вообще невероятное. Выдержка из другого письма полномоченному наркомпроду в Саратове в 2018 год. Временно советую назначить своих начальников и расстреливать заговорщиков и корреблящихся, никогда не спрашивая и не допуская идиотской волокиты. То есть, без закона просто в расход. Ну, как же, гражданская война? Ну, значит, всех в расход, всех, кто под руку попадется, без всякой волокиты, без всякого закона, просто выводи на двор и расстреливай. Так они и делали, большевики. И сейчас готовы к тому же самому. А сейчас большевики. В оппозиции их почти нет, а в Кремле там полно таких. Кристинскому 20-й год. Я предлагаю точиться обнародовать для начала можно тайно комиссию для выработки экстренных мер. Тайно подготовить террор. Необходимо и срочно. А во вторник решим. Ну, террор необходимо и срочно. Тайный террор. Январь 22-го года Ленин обращается к заместителю председателя ВЧК Уншлихту. Гласность рефтрибуналов не всегда. Состав их усилить вашими людьми, усилить их связь всяческую с ВЧК, усилить быстроту и силу их репрессий, усилить внимание ЦК к этому. Вот кто думает, что там Сталин как-то что-то там для страны делал, соучаствовал в массовом истреблении. Центральная Россия была населена русскими и здесь зверствовали вот эти ВЧК, рефтрибуналы и всякая прочая нечисть, которая была собрана в структуры якобы государственные. Ну и как было людям, которые привыкли к мирной жизни, что их защищает полиция, армия, что в стране царит правопорядок защищаться от вот этих банд, вооруженных револьверами, которые просто выводили на улицу и стреляли да нет, не в затылок, стреляли в лоб, нагло глядя в глаза своим жертвам. Вот эти ублюдки потом управляли государством. Кто говорит, что вот репрессии это было то самое, что нам и нужно, что репрессии при Сталине буквально очистили страну, ну он глубоко не прав, потому что так называемыми очистками занимались тоже человеческие отбросы, а не очистки. Отбросы, самые настоящие отбросы, вот эта мразь, которая убивала людей в гражданскую войну и в революцию и потом тоже. И они их тоже убивали, их подобные. Ну в этом нет ничего странного, когда крысы жрут друг друга, будучи помещены в замкнутый контейнер. Но остальные то за что страдали? Поэтому оправдывать сталинские репрессии я бы считал постыдным. Я бы считал постыдным. Да, демократы говорят про десталинизацию, но наплевать нам на то, что они говорят. Главное, что Сталин был не русским человеком, изувером и возглавлял изуверский режим. Пока это не отложится в голове, мы будем жить как живем. Кому нужен Сталин? Вон Сталин уже в Кремле сидит маленький, такой плешивенький. Вам он нравится? Ну, а что ж, должен был быть непременно усатый грузин? Нет, вот, пожалуйста, вот, точно такой же. Ну, вот, разве что не убивает людей в открытую. Сталин там не боялся этого, еще придавать этому политический вес, а этот все делает втайне, хитренький такой. Тот-то был после гражданской войны, считал, что ему все позволено, а этот, ну, есть фасад такой, законность, правопорядок, вроде все есть. Возвращаемся снова к ленинским работам, вот он тут писал, принять военные меры, то есть постараться наказать Латвию и Эстонию военным образом, например, на плечах Балаховича перейти где-либо границу на одну версту и повесить там 100 тысяч их чиновников и богачей. Вот такой документ. Вторая записка. Прекрасный план, доканчивайте его вместе с Дзержинским под видом зеленых, то, что я говорил, мы потом на них свалим, пройдем на 10-20 верст и перевешиваем кулаков, попов, помещиков, премия 100 тысяч рублей за повешенного. Такие документы, разумеется, большевиками не публиковались. Горький писал, что его шокировала ленинская установка. Сегодня гладить по головке никого нельзя, руку откусят, надо бить по головам, бить безжалостно, хотя мы в идеале против всякого насилия над людьми. Ну, то есть те, кто выступал против насилия, самое чудовищное насилие в своей собственной стороне и устроил. Поэтому, когда мы слушаем либералов или там коммунистов, которые за все хорошее против всего плохого, надо быть совершенно уверенным. Это люди проверенные, идеологии у них проверенные. Они будут бить по головам, как только представится такая возможность. Не потому, что надо бить, а потому, что такая возможность представилась. близко знавший Ленина Соломон, не знаю, кто это такой, автор, изданный в Париже в 1931 году книги Ленина и его семья, воспроизводит разговор с ним вождя вскоре после Октябрьского переворота. Я буду беспощаден ко всему, что пахнет контрреволюцией и против контрреволюционеров, кто бы они ни были ясно, подчеркнул он, у меня имеется товарищ Урицкий. Ха-ха-ха, вы, вероятно, его знаете. Не советую вам познакомиться с ним. Такие вот шуточки, шуточки. Я думаю, что Путин такие же шуточки допускает, и поэтому вокруг все такие на полусогнутых ножках ходят его подчиненные. Слава Богу, он это не делает на всю страну, но, может быть, тогда страна бы быстрее как-то прозрела. Вот уже прошло слишком много лет у многих в головах всякий мусор. В основном, конечно, у чиновников и вот этого рабского сословия, у халуев, которые служат на бюджетных ставках и боятся потерять свою работу. Ну, боятся справедливо, потому что массовое сокращение идет, все сокращается, государство-то не нужно, социальная сфера не нужна, поэтому все боятся, боятся, как бы что ни вышло, вот, а надо было говорить открытым текстом. Вот, поскольку я не служу, поэтому я говорю открытым текстом, но остальные-то, у нас, наверное, девять десятых населения не служат, ну, и где те, кто говорит то же самое. 28 мая 22-го года Крамер писал о состоянии вождя, читает свободно, но усвоить смысл прочитанного не может, а последующие месяцы глава государства принимал важнейшее решение, кого выслать за границу, кого расстрелять, это уже пишет Латышев. То есть, вот эти гениальные работы 22-го года, это работа уже глубоко психически больного человека, но надо отметить, что вот в его психической болезни остается главная задача истребление как можно больше людей. И вот это в этом, видимо, как коммунисты видят ленинскую гениальность, истребление как можно большего числа, я думаю, в основном русских людей. Больше всего, конечно, от революции пострадали русские. Вот яркий пример выступления Ленина на пленме Моссовета 6-го ноября 2020-го года. Ленин повторял любимую свою мысль. Мы всегда подчеркивали, что в одной стране совершить такое дело, как социалистическая революция, нельзя. То есть, он был нацелен на продолжение революции, когда сваливают все на Троцкого, вот у него теория перманентной революции. Да нет, она была у Ленина, а Троцкий был абсолютным ленинистом, как, впрочем, и Сталин. Он же тоже, в общем-то, стремился к мировой революции, к захвату максимального количества территорий. И Гитлер тоже стремился, и другие, я думаю, и колониальные державы захватывали как можно больше. То есть, идея мирового господства в тот период, в начале 20-го века, охватывала многие умы. И большевики тут не были исключением, как только им в руки попался государственный механизм, они стали реализовывать его, и готовы были, в отличие от многих других стран, именно русское большинство бросить в топку вот этой мировой революции, борьбы за мировую гегемонию. В чем притормаживали все остальные страны. Они все-таки не жалели населения территорий других стран, но свое население это все-таки они жалели. Хотя им тоже, в общем-то, не повезло, потому что лучшие, наверное, люди, скажем, Великобритании пали в борьбе за контроль над колониями. Огромные колонии, потом, в конце концов, очень быстро в 20-м веке освободились от британского господства, хотя экономическое уже вот как бы склонили они ситуацию в эту сторону. Экономическое подчинение сохранялось и сохраняется еще в наши дни, но все меньше и меньше. А вот большевики населения России, конечно, не щадили. Они готовы были к тому, что вообще все вымрет. Как и современные необольшевики, либерасты, находящиеся у власти во главе с Путиным. Это ровным счетом такие же негодяи. Просто не так откровенные они, но проводят абсолютно ту же самую политику. Борются за мировую гегемонию, но теперь уже не военными, а другими, иными средствами. Продолжение войны, иными средствами. Только теперь они борются, объединившись с другими либерастами, такими же либерастами и такими же олигархами из других стран против суверенных наций, которые пытаются как-то сохранить суверенитет. Мы тоже пытаемся сохранить суверенитет. Вот в основном это русские националисты понимают, что это такое остальным. В общем-то, лишь бы захватить эти рычаги, сейчас вот избирательная кампания, жизнь удалась, если человек попал в Государственную Думу. Все, это пропуск на высшие этажи, как многие думают. На самом деле это просто пропуск к профессии очень дорогой проститутки. Сейчас это уже стопроцентно, и сомневаться в этом не приходится. Туда берут столько таких, других не берут. В стенографическом отсчете также были об этом заседании Пленума Массовета слова Ленина по отношению к другим народам, не только к русскому народу. Эти народы целиком являются слугами и рабами Антанты. В стенограмме слово народы было заменено на государство, и таким образом было опубликовано вроде бы как более-менее приличный текст. Вообще все эти большевисты, и предшественники большевиков ненавидели все народы. Если почитаете было и дума Герцена, он там такие характеристики дает тем народам, которые в своих государствах его приютили. И больше всего ему понравилось, конечно, в Лондоне, где всякая шваль со всего мира отдыхала как иммигранты, друг у друга деньги занимала, и Герцена постоянно занимали. Поэтому он мог быть человеком, от которого многие зависели, и который всех презирал. И презирал все народы, всех представителей, всех народов, которые там скапливались в Лондоне, и до этого он там был в Италии, во Франции, всех ненавидел, абсолютно всех. Так и Ленин тоже ненавидел, в общем-то, все народы, но больше всего, конечно, русский народ. Значит, вот в стенограмме еще сказано, дело строительства целиком зависит от того, как скоро победит революция в важнейших странах Европы. Только после такой победы мы можем серьезно приниматься за дело строительства. Но как только мы будем сильны настолько, чтобы сразить весь капитализм, мы немедленно схватим его за шиворот. Можно, конечно, все это списывать к такому полемическому задору, но это была теория марксизма-ленинизма. Захват чужих территорий, оккупация и использование для этого всех народов, использование революционного брожения, так называемой прогрессистской мысли. И противостоять этому смогли тоже определенным революционизмом. Либерализм, ведь это тоже революционное левое течение, он тоже придумал свою революцию, свой отказ от государства, но другими методами, другими способами. И вот это, в этом было противостояние в 20 веке двух революционных течений, большевистского и либералистического антибольшевистского. А жертвой в этой борьбе стали все традиционалистские силы, все традиции, культуры, большие государства, империи, большие экономики. Все теперь это развалилось на мелкие фрагменты, которые собирают теперь не государство, а собирают теперь закрытые олигархические круги, которые себя на показ не выставляют, а нам предлагают видеть политический процесс, который они на самом деле полностью контролируют, вот эти фиктивные схватки на выборах, где не решается ни один вопрос. И мы все остаемся в дураках, весь мир остается в дураках и правят вот эта закрытая секта, где внутри тоже, разумеется, ведется какая-то политическая борьба, как и большевики воевали между собой, и либералы будут воевать всегда, но главное, что это их закрытый внутренний мир, а нам они предлагают совершенно иллюзорный мир, через который мы должны все-таки прорваться к реальности, увидеть своих врагов, которые сейчас заполняют государственные должности, высшие государственные должности нашей собственной стране, нам требуется освобождение от этого олигархического рабства, неважно, там, либерасты или коммунисты у власти, вот задача национальных сил, освобождение страны, восстановление национального суверенитета, восстановление государства, как такового, которое у нас украли. Роза Люксембург была объектом критики в ленинском сборнике, был в 31-м году, опубликована его реплика, в подлинном тексте использовались эпитеты идиотка и дура. Может быть, так оно и было, но для государственного деятеля подобные характеристики. Да, при публикации всего этого безобразия редактура была такая, опускался резкий эпитет по отношению к Розе Люксембург. дура идиотка. В последующих изданиях грубая ругань вождя в адрес соратников и товарищей по борьбе часто изымалась уже без всяких редакторских комментариев и даже без отточий в полном собрании сочинений подобных купюр множество. То есть, на самом деле, это такая была личность беспрерывно хамящая. И хорошо хамить, когда ты находишься на вершине власти и по отношению к людям, которые тебе подчинены, даже если ты их считаешь товарищами, а я думаю, что уже этого не было, уже все такой забронзовелый вождь, как сейчас, вот примерно Путин, вот это беспрерывное хамство происходило. об этом мало кто знал, только вот когда вскрылись архивы, стало видно, как Ленин разговаривал с людьми. Вот он так, идиотка, дура, вот такие характеристики давал. Поэтому, конечно, таким людям и сегодня не место во власти, но они там присутствуют. Они там присутствуют. В 19-м году в Москве шли повальные аресты. Это возмущало Горького, и Ленин журил его за невероятно сердитые слова по этому поводу. Вождь вынужден признать, что при арестах буржуазных интеллигентов около кадетского типа для нас ясно, что и тут ошибки были. Но стоит ли сердиться по поводу того, что несколько десятков или даже сотен кадетских и около кадетских господчиков посидят несколько дней в тюрьме? Какое бедствие, подумаешь, какая несправедливость. За образец Ленин берет выдающегося писателя Короленко. Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками. Таким талантом не грех посидеть недельку в тюрьме. Примерно так же рассуждают и вот эти путинские держиморды, которые сажают русских людей в тюрьму, проводят незаконные задержания. Ну подумаешь, человек там полдня провел в полицейском участке, пока там составлялись эти фальшивые протоколы. Ну что с него там станется. Он же пришел там где-то митинговать или проводить пикет. Вот он то же самое время пусть посидит за решеткой. Разрешенное, допустимое, допустимое беззаконие. Вот основа всякого большевизма. Путинского или Ленинского, разницы никакой. Ну подумаешь, какой пустяк беззаконие. Купюры содержались и в других работах Ленина. Вот он писал покончить с Юденичем, добить, это нам дьявольски важно там и так далее. А есть подлинное письмо, которое сохранилось в архиве Троцкого. Есть ли наступление начато, нельзя ли мобилизовать еще тысяч двадцать питерских рабочих плюс тысяч десять буржуев, поставить позади их пулеметы, расстрелять несколько сот и добиться настоящего массового напора на Юденича. Вот и есть здесь в книжке опубликовано фоксимилия этого письма. То есть вот то, что приписывается Сталину, вот пулеметы, заградительные отряды, поэтому вот убивали тех, кто отступал, ну это и все ерунда, это на самом деле обычай войны. Обычай войны, дезертиров расстреливать, отступающие части встречать огнем своим собственным, если это бегство, если это трусость, это нормально, это нормально, как я считаю, это условия войны. Но здесь, здесь условия гражданской войны, выводят гражданское население, прикрываясь им, организуют, как там он пишет, напор, напор на Юденича, напор на Юденича, расстреляем несколько сот, а остальные тысячи просто выведем под пули, естественно, что Юденич не стал бы или не стал, не знаю, было ли это в реальности, наверное, было, наверное, было и не раз, вряд ли бы стали стрелять своих сограждан, ну не стали бы стрелять. Ну и Леонид этим пользовался, и большевики это использовали. Читаем дальше. 18-й год, 10 августа этого года, вождь при обмене записками указывал наркому продовольствия Цурюпе. Проект декрета в каждой хлебной волости 25-30 заложников из богачей, отвечающих жизнью за сбор и ссыпку всех излишков. То есть люди, которые к этому хлебу никакого отношения не имеют, берутся в заложники и жизнью отвечают. Есть еще записка. Я предлагаю заложников не взять, а назначить поименно по властям. То есть даже не надо арестовывать, мы их список опубликуем, если что, расстреляем. Цель назначения именно богачи, как они отвечают за контрибуцию, отвечают жизнью за немедленный сбор и ссыпку излишков хлеба. Такая вот инструкция. 29 августа 2018 года Ленин приказывал саратовским коммунистам составьте по волостным спискам богатейших крестьян, отвечающих жизнью за правильный ход работы, по снабжению хлебом голодных станиц. 31 августа 2018 года протокол совещания в деле о мерах борьбы с буржуазией в связи с покушением на товарища Ленина. Ну как было не убить такого урода изуэра? Я думаю, что свои там организовали это покушение, но вот что-то не получилось. Не получилось. Там они комплант подставили. О расстрелах. Подтвердить прежнее постановление об оружии. Расстрел контрреволюционеров за нахождение у них оружия. Расстреливать всех контрреволюционеров. Представить по районам право самостоятельно расстреливать. Дать соответствующие инструкции районам. А заложников. Взять заложников, крупных фабрикантов от буржуазии и союзников. Объявить, что никакие ходатайства за расстрельных буржуа не принимаются. Район определяет, кого брать в заложники. Освобождать арестованных только в крайнем случае на день, а ночью держать их под арестом. Устроить в районах маленькие концентрационные лагеря. Об арестованных. Сегодня же ночью президент ВЧК рассмотреть дела контрреволюционеров. Всех явных контрреволюционеров расстрелять. Тоже сделать районным ЧК. Принять меры, чтобы трупы не попадали в нежелательные руки. Интересная строчка. Ответственным товарищам ВЧК и районным ЧК присутствовать при крупных расстрелах. поручить всем районным ЧК к следующему заседанию доставить проект решения вопроса о трупах. Предложить комиссариату юстиции в специальном порядке разгрузить тюрьмы от мелких преступников. То есть самый настоящий террор в отношении собственного народа. Там, конечно, пишут богачи, но изничтожали всех подряд. Всех подряд, кто под руку попадется. Я думаю, что в эту компанию попадали и рабочие, и крестьяне, и все, все кто угодно. А просто бандиты, вот эти захватившие власть и привлекшие криминальный элемент для управления, вот управляли таким образом массовыми расстрелами. Частное покушение, может быть, хотели Ленина убить и устроить террор. За ними, конечно, и такое могло быть. Сам Ленин мог организовать все это дело. Просто не тому в руки сунули револьвер. Даже если представить, что это Фаня Каплан стреляла, она могла случайно в него попасть. А дали пистолет именно в руки тетки, которая ничего не видела в двух метрах от себя. И вот такая вот провокация для того, чтобы устроить массовый террор. Я думаю, что даже все вот эти меры были заготовлены. Уголовников специально поставили в так называемых районах руководством и дали возможность расстреливать всех подряд. Одновременно, естественно, конфисковывать все, что там было, наживаться на этом деле. Личная нажива, общая нажива, какая разница, они в свой воровской общак все это складывали или рассовывали по карманам, потом друг друга расстреливали. Это уже дело десятое. Нам больше всего наше внимание должно привлекать вот это решение о массовых расстрелах людей, которые вообще не причастны ни к чему, не причастны ни к этому покушению на Ленина, ни к ссыпке хлеба, ни к контрибуции, которую они не могли выплатить, если у них не было чем. Вот такая обстановка. Обстановка, чем-то напоминающая нынешнее положение, потому что если ты особо боек, то, наверное, тебя убьют, если ты относишься к какой-то сфере, где можешь воздействовать на ситуацию. Если ты богат, то тебя разграбят, если ты не входишь в какую-то криминальную структуру, созданную вот этими путинскими уголовниками. Все, что у тебя есть, должно быть отнято, и нынешние большевики действуют точно так же, только в тайне. В тайне. Они же уже какой-то опыт получили за 70 лет правления КПСС и существования КГБ, потом ФСБ. Они очень тихонечко все это налаживают в свою пользу, и сверхобогащение происходит за счет обнищения, разграбления буквально нашей богатейшей в мире страны. В 19-м году Совет обороны Советской Республики принимает написанное Лениным постановление о мобилизации советских служащих. Третий параграф которого гласил «Мобилизованные отвечают по круговой поруке друг за друга, и их семьи считаются заложниками в случае перехода на сторону неприятеля или дезертирства, или невыполнения данных заданий и тому подобное». И тому подобное в расход. Тогда же, в 19-м году, вождь телеграфировал большевикам в Саратов необходимо особыми отрядами объехать и обработать каждую волость при фронтовой полосе, организуя бедноту, устраняя кулаков, беря из них заложников. Ленин отвергал любую критику большевистской политики взятия и расстрела заложников. 9 июля 19-го года он отмечал, что наиболее близкие к советской власти мелкобуржуазные демократы, называющие себя, как водится, социалистами, например, некоторые из левых меньшевиков и тому подобное, особенно любят возмущаться варварским, по их мнению, приемом брать заложников. Пусть себе возмущаются, но войны без этого вести нельзя, и при обострении опасности употребления этого средства необходимо во всех смыслах расширить и участить. 20-й год через год он пишет ответственность за найденное оружие на начальнике воинской части за незаявление оружия на том, у кого найдено расстрел и на всей группе ответственных крестьян штраф, но не деньгами, а хлебом и вещами, конфискация имущества, арест, работы в копьях. Еще в 20-й год можно и должно мобилизовать московское население поголовно и на руках вытащить из лесов достаточное количество дров. По Кубу, скажем, на взрослого мужчину за три месяца точные спецы рассчитают, я говорю для примера, к станциям железных дорог и узкоколеек. Если не будут приняты героические меры, я лично буду проводить эти обороты ИЦК не только аресты всех ответственных лиц, но и расстрелы, то есть и своих тоже. Если вы не будете истязать население, то мы вас будем расстреливать. Хороший такой подход. Снова 19-й год под представительством Ленина Совет Обороны принял постановление поручить Склянскому, Маркову, Петровскому, Дзержинскому немедленно арестовать несколько членов исполкомов и комбедов в тех местностях, где расчистка снега производится не вполне удовлетворительно, в тех же местностях взять заложников из крестьян с тем, чтобы если расчистка снега не будет произведена, они будут расстреляны. Доклад об исполнении со сведениями о количестве арестованных назначат через неделю. Далее постановление Совета Обороны Ленин его подписал. Впредь представители чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией будут сами подвергаться немедленному аресту в том случае, если и в будущем не будут подвергать аресту лиц, соответственных за выполнение постановления Совета Обороны по борьбе со снежными заносами. ленинскую схему продолжал Дзержинский, он подписал приказ президенту ВЧК, и это объемистый такой документ, из которого только одна выдержка, заложниками следует брать только тех людей, которые имеют вес в глазах контрреволюционеров, за какого-нибудь сельского учителя, лесника, мельника или мелкого лавочника, да еще и еврея, противник не заступится и ничего не даст. Ну, собственно, видимо, здесь отражена практика кого брали в заложники, вот этих не надо брать в заложников, интересно здесь выделение евреев, вот за евреев противник ничего не даст, поэтому евреев не надо брать в заложники, лесников там, ну, видимо, брали и тех, и евреев, и лесников, и мелких лавочников. В 19-м году Ленин телеграфировал Сталину в Петроград. Насчет иностранцев советую не спешить с высылкой, не лучше ли в концлагерь, чтобы потом обменять. Фантастика, да. 18-й год в Пензу. Товарищи, восстание пяти властей и кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь взят последний решительный бой с кулачьем. Образец надо дать. Повесить, непременно повесить, дабы народ видел не меньше ста заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Опубликовать их имена, отнять у них весь хлеб, назначить заложников, согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал, душат и задушат кровопийц кулаков. Телеграфируйте получение и исполнение. Ваш Ленин. По скриптум, найдите людей потвердо. Вот такие живодерские строки. Вот другие. Заложники отвечают жизнью за точное и кратчайшее исполнение положения контрибуции. Общее количество излишков по волости определяется предгубосполкома и губпродкомиссаром на основании данных об урожае 2018 года и об остатках хлеба об урожае в прошлых лет. Нормативный такой подход. Сдерем три шкуры, но отнимем. В стенограмме суда над Берией зафиксировано, что из Москвы шли распоряжения в местные органы НКВД не расстреливать арестованных, а избивать их кулаками. При этом совершать выполнение двух задач воспитания жестокости и отбора на любой твердых чекистов палачей истязателей. Это уже комментарий Латышева из какого-то документа, из этой стенограммы, которой здесь ссылки к сожалению нет. Что здесь еще пишет в 18-м году о продовольственной диктатуре, основные положения обосновываются планы декрета и пункты декрета, которые пишет Ленин. Сильнее подчеркнуть основную мысль о необходимости для спасения от голода, вести и провести беспощадную и террористическую борьбу и войну против крестьянской и иной буржуазии, удерживающей у себя излишки хлеба. Точно определить, что владельцы хлеба, имеющие излишки хлеба и не возящие их на станции и в места сбора и ссыпки, объявляются врагами народа и подвергаются заключению в тюрьму на срок не ниже 10 лет, конфискации всего имущества и изгнанию навсегда его из общины. Декрет о продовольственной диктатуре, которым вводилось материальное вознаграждение за слежку и доносы на соседей. В случае обнаружения у какого-либо крестьянина или иного владельца избытка хлеба, не заявленного к сдаче, согласно пункту первому, хлеб отбирается у него бесплатно и причитающаяся по твердым ценам стоимость незаявленных излишков выплачивается в половину размера тому лицу, которое укажет на сокрытые излишки после фактического поступления их насыпные пункты и в половинном размере сельскому обществу. Вот так вот, чтобы доносили друг на друга и чтобы община доносила на тех, кого нас отчтет богатеньким, у кого что-то там еще осталось за душой. Вот еще через некоторое время, тоже 18 год, на московской профсоюзной конференции Ленин разъяснял рабочим, чтобы забрать хлеб у богатых крестьян и отдать рабочим, это главный лозунг момента, ибо если вы будете называть трудовым крестьянином того, кто сотни пудов хлеба собрал своим трудом и даже без всякого наемного труда, а теперь видит, что может быть, если он будет держать эти сотни пудов, то он может продать их не по 6 рублей, а дороже, то такой крестьянин превращается в эксплуататор, хуже разбойника. То есть, кто зарабатывает своим трудом, это разбойник, его надо уничтожать. Чем и занималась вся эта ленинская когорта. Есть и другие строки провокации Ленина к геноциду крестьянства. Кулак бешено ненавидит советскую власть и готов передушить, перерезать сотни тысяч рабочих. Везде жадно обожравшееся, зверское кулачье соединялось с помещиками и капиталистами против рабочих и против бедноты вообще. Никакие сомнения невозможны, кулаки бешеный враг советской власти. Либо кулаки перережут бесконечно много рабочих, либо рабочие беспощадно раздавят восстание кулацкого грабительского меньшинства против власти трудящихся. Середины тут быть не может. Миру не бывать, кулака можно и легко помирить с помещиком, царем и попом, даже если они поссорились, но с рабочим классом никогда. И поэтому бой против кулаков мы называем последним решительным боем. Кулаки самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплуататоры, не раз восстанавливающие в истории других стран власть помещиков, царей, попов, капиталистов. Едва ли больше двух миллионов кулачей, а богатеев, спекулянтов, хлебом. Эти кровопийцы нажились на народной нужде во время войны. Они скопили тысячи и сотни тысяч денег, повышая цены на хлеб и другие продукты. Эти пауки жирели за счет разоренных войной крестьян, за счет голодных рабочих. Эти пиявки пили кровь трудящихся, богатея, тем больше, чем больше голодал рабочий в городах на фабриках. Эти вампиры подбирали и подбирают себе в руки помещичьи земли. Они снова и снова кабалят бедных крестьян. Беспощадная война против самих кулаков. Смерть им. Вот такие, вот такая провокация на геноцид. Два миллиона человек истребить, просто истребить, причем истребить руками рабочих, истребить два миллиона крестьян. Кто там кулак, кто не кулак, кто там разбирался. Приходит криминальная банда, какой-нибудь комбет вместе с проверенными твердыми рабочими, которые кулаками избивали интеллигентов и буржуазию для того, чтобы воспитать себя в беспощадности. И уничтожают, уничтожают два миллиона крестьян под нож. Здорово, да? В Тулу, пишет Ленин, сообщите срочно, сколько хлеба сыпано, сколько вагонов отправлено, сколько спекулянтов и кулаков арестовано. Через два дня туда же обобрать и отобрать все излишки хлеба у кулаков и богатей всей Тульской губернии. Свести весь этот хлеб тотчас в Москву. Ну, куда же еще, конечно, в Москву, там, где большевики сидят. Восемнадцатый год задание Пензенскому губосполкому необходимо организовать усиленную охрану из отборно надежных людей провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Ленин в письме Зиновьеву. Товарищ Зиновьев, только сегодня мы услышали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы, не вы лично питерские цикисты и пикисты, я не знаю, что это такое удержали, протестую решительно, мы компрометируем себя, грозим даже в резолюциях Совде по массовым террорам, а когда до дела тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную, это невозможно, время архивоенное, надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, особенно в Питере, пример Коева решает, «Привет, Ленин!» Латышев пишет, «Злоба, ненависть крестьянству к тем, кто не с нами проявлялся у Ленина по разным причинам, одна из них, вождь не мог просить крестьянству его патриотизм, любовь к родине, неприятие чужого ему, пролетарского интернационализма, объясняя причины поражения Красной Армии под Варшавой летом 20-го года, Ленин заявил, крестьянство всегда было патриотическими лакеями». Вот и мы, русские националисты, патриотические лакеи в глазах всех этих либерастов, находящихся у власти. Мы патриоты, поэтому мы подлежим подавлению. Слава Богу, не убийство, это как бы уж слишком явно было, когда исторический процесс идет быстрее, когда он строится на кроли. Оказывается, кто хочет проливать кровь, ну вот сразу видно, кто и какие цели ставит, кто живодер, а кто нет. И здесь, в общем-то, должно было стать очень быстро, ясно и стало быстро. Крестьянство, все крестьянство надо было истребить, всю интеллигенцию, все крестьянство, все офицерство, все было против, все было против большевиков. А кто был не против? А не против было вот эта быдло-масса, которую мы сейчас ее видим, она тоже не против всего и на выборы даже пойдет. И криминальные элементы, криминальные элементы, которые были собраны в политическую партию большевиков, У нас сейчас партий их несколько, но все они криминальные, я не сомневаюсь, они действуют против интересов национальных, общегосударственных, интересов русского большинства, против русского народа и способствуют разграблению страны. Поэтому они такие же большевики. Такие же большевики только не убивают на каждом углу, но готовы к этому, я вас уверяю, они к этому готовы. Сейчас ровно то же самое, ведь ровно такие же высказывания. Мне при моих публикациях приходят разнообразные угрозы, все это люди, конечно, трусливые, а у банды есть свой инструмент. Возбудили уголовное дело, посадили, какие проблемы. Поэтому там вот эти трусливые шавки, которые там потягивают в комментариях к моим публикациям, они, конечно, не страшны. А страшно то, что на них опирается вот этот бандитский, уголовный, большевистский режим, который сейчас установлен у нас в России. Так, РССР. Особые меры, рекомендованные Лениным Троцкий, все же применил сполна именно его указания. Военно-полевой суд 5-й армии приговорил к расстрелу каждого 10-го красноармейца, не обстрелянного 2-го Петроградского рабочего полка, а также полковых командиров и комиссары. В автобиографической книге «Моя жизнь» Троцкий вспоминал, как на заседании политбюро ЦК РКПБ где-то в 2019 году его обвинили в жестокости по поводу этого расстрела. Тогда Троцкий сказал, если бы не мои драконовские меры, тогда под Сверском, мы не заседали бы здесь, в политбюро. Абсолютно верно отозвался по словам Троцкого Ленин и стал что-то быстро писать красными чернилами на типовом бланке представителя Совета народных комиссаров. Заседание приостановилось и через 2 минуты Ленин передал Троцкому чистый бланк, где внизу его рукой было написано. Товарищи, зная строгий характер распоряжения товарища Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден в правильности целесообразности и необходимости для пользы дела, даваемого товарищем Троцким распоряжения, что поддерживает распоряжение всецело. Ульянов Ленин на бланке написал, вот такой, то есть Троцкий мог творить все что угодно и Ленин одобрял самые жесточайшие меры террористические, вот ужасные вот эти децимации. Следует отметить, что указанный бланк с припиской Ленина хранится в Ленинском фонде. Я вам выдам сколько угодно таких бланков, сказал Ленин по свидетельству Троцкого. И здесь Троцкий пишет, Ленин ставил заранее свою подпись под всяким решением, которое я найду нужным, вынести в будущем. Между тем, от этих решений зависела жизнь и смерть человеческих существ. Может ли вообще быть большее доверие человека к человеку? Ленин и Троцкий – близнецы-братья. Троцкому свияжк Ленин телеграфировал. Благодарю, выздоровление идет превосходно. Уверен, что подавление казанских чехов и белогвардейцев, а равно поддерживающих их кулаков кровопийцев, будет образцово-беспощадное. Лучший привет и Ленин. За что только Ленин не выражал расстрелом в тот период. Я полагаю назначить следствие и расстрелять виновных в ротозействе. Враг мог взорвать мост. Раковский требует подлодку. Надо дать две. Назначив ответственное лицо моряка, возложив на него и сказав – расстреляем, если не доставишь скоро. Налегайте изо всех сил, чтобы поймать и расстрелять астраханских спекулянтов и взяточников. Мельчинскому дайте за моей подписью телеграмму, что позором было бы колебаться и не расстреливать за неявку куда-то там неявку. А чего стоила, например, ленинская наука Сталину? Пригрозите расстрелом этому неряхе, который, заведуя связью, не умеет дать вам хорошего усилителя и добиться полной исправности телеграфной связи со мной. Расстрелять, расстрелять, за все расстрелять. Слово расстрелять, наверное, у Ленина было последней мыслью, которая сохранилась в его больном мозгу. Как свидетствовал лич, доказывая, что даже лучшие из меньшевиков в СССР защищают как раз колчаковские идеи, помогающие Бургеразии и Колчаку с Деникиным, прикрывающие грязное и кровавое капиталистическое дело. Эти идеи народовластия, всеобщее, равное прямое избирательное право, учрежденное собрание, свобода печати и прочее. То есть элементарные демократические права, это все колчаковщина. Чтобы вы знали, и люди типа Путина, его окружение, они ведь тоже с презрением смотрят на вас, избиратель, это стадо, потому что вы вот... Это колчаковские идеи. Народовласти? Какой народовласти? Какой парламент может быть? Могут быть только халуи, которых мы нанимаем, и даже платим им много, чтобы они создавали иллюзию парламентаризма, иллюзию народного представительства. Не нужен никакой парламент. Это колчаковские идеи. Правильно, Владимир Владимирович? Особое бешенство вождя вызывал тот непреложный факт, что крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать. Так рассуждают крестьяне по привычке, по старинке. И мы говорим, что это государственное преступление. Свободная торговля хлебом означает обогащение благодаря этому хлебу. Это и есть возврат к старому капитализму. Это мы не допустим. Тут мы будем вести борьбу во что бы то ни стало. То есть надо превратить всех в рабов. То есть, что ты заработал, тебе не принадлежит. Если ты думаешь, что это тебе принадлежит, это контрреволюция, за это полагается расстрел. Это государственное преступление. И так же и сейчас. Если ты чего-то добился в жизни своим трудом, то это государственное преступление, у тебя будет все отнято. Тебе не позволено, не позволено что-то своим трудом добиваться и утверждаться в жизни своими собственными усилиями. Нет, это нехорошо, это не годится. Все должно быть под контролем начальства. Это теперешнее поведение властителей. Ленин разъяснял. Я думаю, что тресты и предприятия на хозяйственном расчете основаны именно для того, чтобы они, это в период НЭПа, чтобы они сами отвечали, притом всецело отвечали за безубыточность своих предприятий. Если это оказывается ими не достигнуто, то, по-моему, они должны быть привлекаемы к суду и караться в составе всех членов правления длительным лишением свободы. Может быть, с применением по истечению срока условного освобождения конфискации всего имущества. В том же духе спустя некоторое время Ленин напоминал Сокольникову. Обдуманы ли формы и способы ответственности членов правления трестов за неправильную отчетность и за убыточное ведение дела? Не спит ли у нас наркомьюст? Тут у нас нужен ряд образцовых процессов применения жесточайших кар. Наркомьюст, кажись, так он пишет, не понимает, что новая экономическая политика требует новых способов, новой жестокости кар. И в 1922 году, уже с больным мозгом, Ленин пишет, величайшая ошибка думать, что НЭП положил конец террору. Мы еще вернемся к террору и к террору экономическому. Вот террор экономический, к нему Путин тоже и вернулся. Про немецкое золото для Ленина целая глава здесь. Я, наверное, его пущу, это довольно-таки известная тема, на какие суммы жили большевики за рубежом, какие колоссальные деньги они получали. Вот тут расписка на сумму 25 тысяч франков. Ленин там пишет в национальную учетную контору в Париж дело Парвуса. Все это довольно часто публиковалось, но уже позже. Эта публикация была в книжном варианте одна из первых. В Вильню немецкий штаб издавал для наших солдат большевистские газеты на русском языке, распространил их по фронту. 17-й год о счетах председателя Совета народных комиссаров. Резолюция в архиве Министерства юстиции об измене товарища Ленина, Зиновьева, Козловского и Колонтай. Мы изъяли приказ Германского имперского банка от 2 марта 1917 года с разрешением платить деньги Ленину, Зиновьеву, Каменему, Троцкому, Суменсону, Козловскому и другим за пропаганду мира в России. То есть деньги они получали и заметали потом следы, естественно, чистили архивы, но кое-что сохранилось, кое-что не дотянулись у них руки. Не все они смогли перелопатить. Теперь известно, что из нескольких шкафов с документами переписка большевиков, собранных в 2017 году контрразведовательными органами Временного правительства, на сегодняшний день сохранилась лишь 21 папка с делами. То есть подавляющее большинство документов большевики о том, как они брали деньги за рубежом у противника, были уничтожены. Кое-что сохранилось, можно считать, что это доказанный факт финансирования большевиков из-за рубежа. Сейчас тоже некоторые революционные элементы не прочь получать средства из-за рубежа на организацию беспорядков в России. Но у нас беспорядки организует прежде всего ныне действующая власть. Разница в этом состоит, в том, что тогда царское правительство, отчасти временное правительство пытались сохранить государство. Сейчас ситуация абсолютно другая. Государства нет, суверенитета нет, правящая шайка это просто группа бандитов и изменников. Что с ними делать? Прежде всего надо лишить их нашего доверия. Давайте с этого начнем. Я не призываю к революции, к баррикадам и так далее. Вы начните с простого. Вы, окружающие вас люди, должны прекратить доверять хотя бы единому слову, которое несется оттуда сверху. Все вранье. Вы хотя бы в этом убедитесь и продолжайте жить, как живете. Хотя бы в этом вы должны быть стойки. Все это вранье. Там наверху сидят варье и изменники. Вот и все. Глава о расстреле царской семьи. Сейчас есть подробные исследования на этот счет. Латышев доказывает, что Ленин не имел отношения к расстрелу. Не знал, что это была инициатива местная, уральская. На самом деле уральцы угадали желание Ленина. То, что они не сразу согласовали, это как-то было неуютно, неудобно. А вообще-то сделали правильно. Никто не сомневается, что большевиков, идея убийства царя и всей его семьи, уничтожения, это была одна из основополагающих революционных идей. Сомневаться в этом не приходится. Вот эту главу я пропускаю. Кому будет интересно, эту книжку рассекретичный Ленин найдет и прочтет. Я думаю, что, наверное, в сети она должна быть, надо будет поглядеть. Ну вот, еще следующая глава, это о репрессиях против верующих. Ленин писал, надо поставить на ноги все чека, чтобы расстреливать не явившихся на работу из-за Николы. Ленин писал, что всякий боженька есть труположество, всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничание, даже с боженькой есть неверазимейшая мерзость. Самая опасная мерзость, самая гнусная зараза, миллион грехов, пакости, насилий и зараз физически гораздо легче раскрываются толпой и потому гораздо менее опасны, чем тонкая духовная, переодетая в самые наядные идейные костюмы идея боженьки. Вот такое было отношение Ленина к верующим, к вере вообще. Это был абсолютно нерусский человек, даже если считать, что у него все-таки в родстве русских довольно много, это вырусь, это человек-выродок, выродок в самом настоящем смысле. Сейчас таких выродков большевиков полно, вот этих людей, которые просто ненавидят, почему-то ненавидят христиан и Христа, о котором они не знают ничего, и христиан, которые живут рядом с ними. Откуда эта ненависть берется? А вот отсюда, вот отсюда. Вы просто продолжайте большевиков, вот вся эта нечисть, которая ненавидит наших христианских предков, десятки поколений наших христианских предков, нашу христианскую государственность, много столетий, тысячелетнюю русскую христианскую государственность. Это тоже русофобия, и на русофобию опирается ныне действующий русофобский режим. Так не будьте русофобами-последователями Ленина, не поддерживайте этот режим, который напрямую связан с ленинизмом. Та ненависть к христианству, которая была у Ленина, так она же добралась до верхов московской патриархии, которые слились в тесном единстве с олигархическим режимом, во всем его поддерживают. Этим людям тоже нельзя верить, ни на йоту нельзя верить, потому что это не христиане уже. Мы живем в библейские времена, когда прямо сейчас в пору явиться Христу и указать на этих фарисеев, на этот синедрион, и они его осудят и распнут. Разве не так? Посмотрите на эти рожи, извините за выражение. Вон там Понтий Пилат сидит, хотя даже это и не Понтий Пилат, это гораздо хуже. Понтий Пилат хотя бы что-то сообразил в этой ситуации, даже какое-то время кое-где его считали святым. Что он как-то понял, что перед ним не обычный человек, по крайней мере, а что-то здесь непонятное, он отказался судить Христа. А эти же осудят легко, вот этот синедрион, который называется московской патриархией. Это стыд и срам для христианина считать, что вот эти люди являются христианами. Да нет, конечно. Они в полной зависимости и в полном единстве с олигархическим, богоборческим режимом. Ну здесь о кампаниях против православия, о закрытии монастырей, о возъятии церковных ценностей. Ленин использовал голод для массового разграбления вообще всего церковного имущества, которое собиралось поколениями. И это было то, что приносили для общего переживания своей веры, приносили в церкви. Это было общее достояние народа. Все это было разграблено под предлогом того, что нам для голода надо. Но оказалось, что из всего этого награбленного на покупку хлеба за рубежом была выделена какая-то ничтожная доля. Интересная здесь часть о том, что Ленин пытался использовать ВЧК, даже Дзержинский поддерживал это, для того, чтобы разваливать церковь. Они находили в церкви негодяев, архиепископ Владимир Пензенский, известный нам по слухам, основатель так называемой свободной православной церкви, враг патриарха Тихона. Они хотели его использовать. Дзержинский писал, что церковную политику развала должна вести ВЧК, а не кто другой, и официальные и полуофициальные сношения партии с попами недопустимы и так далее. Единственная цель ВЧК – разложение попов. Видимо, они этого достигли. Вот чекисты, которые дожили до наших времен, полностью разложили верхушку Русской Православной Церкви Московской Патриархии. И полностью разложили, надо признаться в этом, что разложение прошло полностью, до конца. Они выполнили задачу Дзержинского. И сейчас радостно потирают руки от того, что мы это как бы не разобрали, не различаем и не замечаем. Мы должны заметить, мы должны заметить. И вроде как уже все стали замечать накануне так называемого Восьмого Волчьего Вселенского Собора, начали вроде замечать. Ну, сейчас как-то вот вроде все рассосалось. Они не поехали на Восьмой Собор. А что от этого изменилось? Да ничего не изменилось. Глава ООВ в международной политике Ленина, и вот она заглавлена цитатой Ленина. Затравить, но в формах архивежливых. Это так вот по отношению к своим единомышленникам за рубежом, к деятелям интернационала. Ну, это тоже нас не очень волнует. Глава небольшая. Уже после инсульта в 22-м году Ленин, это была папка всей секретного фонда, и вот здесь Латышев цитирует о том, что об арестах интеллигенции и высылке. Делать это надо сразу к концу процесса эсеров, не позже. Арестовать несколько сот и без объявления мотивов. Выезжайте, господа, изгнание из страны. Всех авторов, Дома литераторов, питерской мысли. Харьков обшарить, мы его еще не знаем, это для нас заграница. Чистить надо быстро, не позже конца процесса эсеров. То есть использовали процесс эсеров, такое волнение и возбуждение в пролетарской и большевистской среде для того, чтобы организовать вот этот философский пароход и массовую высылку интеллигенции за рубеж. Почему не расстреливали? Почему? Ну, не знаю, может, помучить хотели. Может быть, пытались уже быть в глазах зарубежных своих партнеров. А партнеры сразу, большевики стали партнерами сразу для тех правительств, которые начали с ними переговоры, потом торговля и так далее. Вот, мы партнеры, мы просто отдаем вам, ваши, вот, ваша интеллигенция, ваши ученые, идите туда, без объявления причин. Собрали вещи на пароход и пошли вон. Ну, это вроде бы как эпизод, и даже этот эпизод спас жизни многим людям. Попытка быть белыми и пушистыми после массового террора, массовых расстрелов, ужасной гражданской войны, быть в глазах зарубежья, ну, такими договороспособными людьми, прикинуться. И это спасло жизни вот нескольким сотням ученых самых разных. Они специально, видимо, так и подбирали, чтобы это было определенное разнообразие. Вот такое представительство. Вот старый режим отправляется в Европу. Если вы хотите его спасать, спасайте. Да никто там не хотел спасать. Там такая же мразь была у власти, и поэтому они с большевиками так быстро задружились. Дзержинский директив Владимир Ильича продолжит неуклонную высылку активной антисоветской интеллигенции. Меньшевиков, в первую очередь, за границу. Им, меньшевикам досталось. Тоже коммунисты, что их жалеть. И финальный момент. Финальный момент. Остальное я просто не стану цитировать. Кто захочет книжку, найдет. Финальный момент. Весь 19-й год Орджоникидзе провел на фронтах. В Южном, Западном, затем опять в Южном. В 19-м он был назначен членом Реввоенсовета 14-й армии. Впервые опубликованы документы из секретного фонда. Рукописное письмо Ленина на бланке Совета Рабочей и Крестьянской обороны. 20-й год. 5-го января. Секретно. Товарищ Орджоникидзе. Товарищ Серго получил сообщение, что вы плюс команда 14-ти пьянствовали и гуляли с бабами неделю. Формальная бумага. Скандал и позор. А я-то вас направо-налево всем нахваливал. И Троцкому доложено. Ответьте тотчас. Кто вам дал вино? Давно ли в РВС-14 у вас пьянство? Тоже бабы. С кем еще пили и гуляли? Можете по совести обещать прекратить или, если не можете, куда вас перевезти? Ибо позволить вам пить мы не можем. Командарм 14. Пьяница? Неисправим. Ответьте тотчас. Лучше дадим вам отдых. Но подтянуть надо. Нельзя. Пример подаете дурной. Привет, ваш Ленин. Командарм 14-го время был Убаревич. Потом расстрелянный Сталином. Жалко, что он еще Рженикидзе не расстрелял. Но вот так, вот так, с бабами, с бабами они проводили свою гражданскую войну. Это облик большевика, облик коммуниста, изначального коммуниста, старого большевика. И это облик нынешних большевиков. Они точно так же. Они все время попадаются на этом, на пьянстве, на всяких безобразиях о морализме. Развод Путина, развод сотен, видимо, уже политиков, которым запрещено иметь собственность за рубежом. Ну, так их формально разведенные жены этой собственностью владеют. Или их дети. Ну, им надо было как-то раскассировать. Они развелись. Ну, вот пьянство с бабами – это обычное дело. Это обычное для них поведение. Вы думаете, что не вскроется после того, как Путин уйдет, чем он лично занимался за кулисами и все его окружение? Да, будет то же самое. Потому что большевики, они вот такой еще образ жизни для себя приняли. Приняли такую норму. Тайное рано или поздно становится, конечно, явным. Но они-то не верят в вечную жизнь души. И после них, после своей смерти им на все наплевать. Поэтому тайно это станет явным. Жалко только, что мы, обычные граждане, слишком уж хорошо думаем о тех, кто нами управляет. Слишком хорошо думаем, по крайней мере, официально пытаемся вести себя так, как будто это прямо с веточи. Вот если там действительно с чего я начал посмотреть в Википедии. Так это же все лучшие люди страны, лучшие люди города. У них чистейшие биографии, никаких скандалов, никакого воровства, никакого аморализма. Ничего нет. Это лучшие люди страны. Ну а если что касается их противников, то это вот с черной краской вместо биографии пишется донос. И вот эти доносители контролируют ныне вот эту электронную библиотеку. Хорошую библиотеку, надо сказать, во многих вещах, вот в исторической, я часто пользуюсь ей, вижу там ссылки, все понятно, все корректно сделано. Но вот в этом отношении, это тоже такой прием габийский, мерзкий. Вот все будет правда, а 10%, которые относятся непосредственно к решению какой-то задачи, будет мерзостью. Вот они этими мерзостями и занимаются. И также внешне, ну они такие в галстучках, в пиджачках, там, если нужно, говорит, галстук поправь. Вот, кому, кто вышел так немножко небрежно одетый. А за кулисами это грязь сплошная. То есть оболочка-то такая помытая, почищенная, блестящая. А внутри мерзость, грязь. Вот давайте не будем сами, большевиками, не будем вот этой мерзости предаваться. И не будем верить ни единому слову этих большевиков, продолжателей дела Ленина. Будем настоящими русскими людьми, русскими традиционалистами, приверженными своей русской истории, приверженной памяти своих русских предков, православных предков, русской империи, которая была русским национальным государством. И если это будет нашей сущностью, нашим мировоззрением, то тогда, конечно, этот путинский, большевистский режим падет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова